Трибуны взрываются приветственными аплодисментами, потому что на газоне Рыгбейный клуб Кубань. По составу в запасе Сергей Краков, Кирилл Алюк, Александр Семейкин, Никита Саютин. Прошлая игра закончилась. Победы команды Кубань. Середа ошибок у нашей команды мелких, и сейчас вот высокий захват. Пока придавили гостем нашу команду. Так, взятие. Тем же приемом, которым это он сделал. В начале матча штрафной удается. И промах... Этот удар. Чужой зачетной зоне. И вот сейчас мы видим, что несет на себе как минимум одного игрока Кубани. игрок гостей и пытается численное преимущество создать на правом фланге Слава. Здесь обыгрыш один в один предпринимает четырнадцатый номер. Антон Пшенничник. И снова гейер атаки разворачивает на другой фланг и уже сам проходит Леонид Емщиков к зачетной зоне и завершает попытку. Мамуки Хетчика, то есть он встраивается в линию защиты, естественно, но не рядом с Раком, где более насыщенная. Может что-то получится для Кубани и вот буквально... У нас много нападающих на другом фланге, поэтому там давление мы не сможем от такого качественного оказать. Наверное, стоит игрокам схватки подойти, помочь своим партнерам. Пока не спешат они этого делать. Кажется, что в Раке получится мяч забрать. Роман Ходин и Дмитрий Гриценко на готове были. Смотрим, где мяч. Пока не видно, в дальнюю сторону развернулся... Да, попытка, это видно сейчас. И снова Андрей Маху, по-моему, собирается поднимать повтор в эту сторону. Сейчас посмотрим. А я его не слышу. Крайне сложно здесь что-то рассмотреть. Ну вот мы видим мяч. Попытка! Прорыв по центру. Случается атака на левый фланг. Прорыв по центру! Прорыв по центру! Тут же «Мамука» отличались действиями. Сейчас у нас нет игроков, которые... Пока не оказалось игроков, которые бы могли взять на себя инициативу, агрессивно выйти на игрока с мячом. Какой-то вот вектор преимущества команды «Слава». Сейчас выигран коридор. Вот именно мелкий брак, тот самый, когда игроки не могут поймать мяч в простых ситуациях. Удачный штрафной. Встречает Владимира Островушка, конечно. Андрей Маху продолжает атаку. И здесь тоже непонятно, кому был адресован этот мяч. Два игрока в одной точке оказались. Проблема, на что указывали тренеры Кубани. Наши игроки... Давай, 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 давай! И отлично находит одного. На фланге и великолепная попытка в исполнении Евгения Непеева, да. 5 очков лучше, чем 3. Великолепная передача. И уже из такой сложной позиции нужно было выждать. И буквально заваливаясь на газон. Выбор ли простой, они... Проблема, начало коридора. Ну и здорово удается им. Последующий мол. И попытка, да, это... Празднуют игроки славы попытку. Уже Андрей занес таким образом. Трибуны подгоняют, но тяжело, тяжело. Много соперников встречает. Однако у атаки есть еще варианты. Снова атакует Кубань по центру. И вот этот пас скрыл защиту славы. И, возможно, это попытка в исполнении Владимира Остраушка, капитана команды, станет переломным матчем. Конечно, отмечаем передачу, которая сделала момент. Михаил Кудинов. Да-да. Владимир Остраушка трехкратный чемпион Европы. Тут Владимир в защите на его обычном месте. Удастся ли остановить Германа Годлюка? Дает передачу в последний момент. И здесь последний рубеж обороны Кубани. И перехват, перехват. Кубань контролирует мяч. Буквально в нескольких метрах от зачетной зоны удалось остановить соперника. И этот удар Сергея Сыгробова знаменует победу Кубани в этом тяжелейшем матче чемпионата России со счетом 24-23. Феноменальным по накалу, по нервам, по ошибкам, по трудностям матча Кубань добывает победу. Я думал, что именно такие игры привлекают болельщиков. Это было мучительное зрелище и потрясающее удовлетворение в конце.